Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, ну вот попросим вас более подробно изложить, как вы понимаете эту фразу. Владимир Зеленский об этом сказал. Политическая дестабилизация как угроза. Ну понятно, там шла также речь о милитарных, о военных рисках. Но в целом, вот давайте как раз на второй части сосредоточимся, что угрожает миру, что угрожает объединенной Европе сейчас в контексте политическом со стороны России. Как раз эти вопросы сегодня рассматривались и на саммите НАТО, и на саммите Большой Семерки. Угрозы действительно беспрецедентные. Ничего подобного за последние десятилетия не было. Причем, пожалуй, не было уже лет 50, если не больше, такого рода угроз. Дело в том, что Путин войной против Украины не просто сломал существующий международный порядок, правила отношений между государствами, которые зафиксированы в уставе ООН. Первый раз это было сделано еще в 2014 году, когда был незаконно захвачен украинский Крым, началась война на Донбассе, но оказалось этого мало. Путин пошел большой масштабной войной с применением авиации, ракетного оружия против Украины. Такой масштабной войны в Европе не было. Даже война в Югославии была меньше по масштабам, хотя тоже была очень кровавой. И вот что опасно, как раз сегодня об этом шла речь и на саммитах НАТО, и Большой Семерки, есть риск того, что Путин в своем озлоблении, вот вы правильно сказали, что война эта иррациональна. Ведь она не только приносит огромные проблемы разрушения нашей стране, она потенциально катастрофична для самой России. И война развязана только из-за антиукраинских агрессивных комплексов Путина и российской верхушки. И вот в своем вот этом озлоблении против Украины, в желании во что бы то ни стало нанести поражение Украины, существует риск применения оружия массового поражения. Речь идет о химическом, биологическом и даже, к сожалению, о рисках применения тактического ядерного оружия. Вот как раз сегодня по инициативе США эту тему обсуждали. Каким образом на это реагировать, предпринимаются превентивные меры для того, чтобы и Украине помочь в случае такой чрезвычайной ситуации, ну и вырабатываются меры реакции на подобные действия. А что касается экономических последствий, которые тоже могут привести к политической дестабилизации, вот нарушение логистики в торговле, нарушение мировой торговли зерном, а Украина была одним из поставщиков главных зерна на мировом рынке, оно угрожает политической стабильности в ряде арабских стран, в Африке. Рост цен на энергоносители тоже может подрывать социальную стабильность во многих странах и тоже создавать и экономические, и политические проблемы. Но главная проблема — это маниакальность Путина, который во имя своих не просто амбиций, а каких-то действительно нечеловеческих планов и стремлений, он готов поставить мир на грань ядерной катастрофы. Вот это самая главная опасность. И действительно сейчас весь цивилизованный мир должен объединиться для того, чтобы остановить Путина. Путина.